Продолжение следует... Ну, смотрите, сегодня вот это все, что есть на сегодняшнем листе. Все это комментарии, но чем меньше Талмуда, тем тяжелее эта страница. Потому что здесь все коротко сказано, а здесь у нас очень много комментариев. Но постараемся объяснить. На прошлом листе мы сказали правило. Правило, когда мы калькулим в туре. Если вы помните, мы сказали, что человек, который что-то портит, он патур, он освобожден от наказания на шаббат. Помните? Значит, человек портит, что он портит. Ломает, рвет что-то на шаббат. Это нельзя делать по мудрецам. Он патур, он освобожден от наказания, но это асур. Почему? Потому что мы сказали, что в шаббат запрещено делать что-то, когда человек делает что-то конструктивное. 39 работ должны быть сделаны, из них что-то конструктивное. Вы должны что-то построить, что-то сделать, что-то новое сделать. Мелаха на шаббат мы говорили с вами. На шаббат не запрещена авода. Авода на иврите это работа. От слова Айвет, от слова Раб, который постоянно повторяет одну и ту же работу. В шаббат нам запрещено Мелаха. Мелаха это от слова Мелех. Мелех это царь, он делает то, что он хочет. Издает новые указы, может доказать новые вещи. Поэтому в шаббат нам запрещено 39 мелахот. И все, что нам запрещено, объясняют мудрецы, это когда человек что-то делает конструктивное, он что-то создает, что-то делает новое. Если он что-то разрушает, то он нарушает шаббат по мудрецам. Но не по той. Поэтому сказали, написано здесь, Раби Аббаху сказал такую мечту перед Раби Йохананом. Все мекалькелим, все вот эти разрушающие и ломающие люди, на шаббат они освобождены, кроме двух. Ховель и мавир. Ховель это человек, который наносит удар животному или человеку из-за этого и делает рану, и оттуда идет кровь. И мавир это человек, который что-то сжигает. Если мы посмотрим, сами два этих запрещенных действия на шаббат, человек, который делает рану, и человек, который что-то сжигает, они запрещены. Это одна, это две из 39 запрещенных действий на шаббат, две запрещенные мелахи. Но сами по себе эти мелахи, они что-то создают или они что-то портят? Портят. Они портят. Правильно? Потому что они сами по себе, в них заключается разрушение. Или ты делаешь рану, или ты сжигаешь. Поэтому говорит Рби Абаум, что есть такая райта, которая говорит, что все, кто разрушает, человек порвал, человек стер, человек разрушил. Опять, там есть нюансы. Если он порвал не для того, чтобы зашивать, если он стер не для того, чтобы снова там писать, если он разрушил не для того, чтобы снова там строить, если он все сделал одно для другого, тогда он будет хая, тогда он нарушил запрет по Тори. Во всех других 37 запретах, может выносить, тоже уберем, 36 запретов на шаббат, человек всегда делает что-то позитивное, что-то креативное, что-то конструктивное. Но эти два действия, они сами по себе разрушительные. Поэтому Раби Абаум говорит перед Раби Оханом, что мы знаем, что здесь такая брата, которая говорит, что все разрушители освобождены, кроме поджигателя, человек, который что-то сжег, и человек, который сделал кому-то или чему-то рану. Нарушения есть. Как нет? Нарушения нарушил шаббат, но он освобожден от наказания по Тори. Корбан он не должен принести, если умышленно, камнями его не забрасывают, если были два свидетеля, и корректно он не получает, если он сделал это умышленно, но без свидетелей. Так, это же два из 39 малахимов? Да. Смогаешь, Бур? Тебе. Поэтому он говорит, несмотря на то, что... Раби Абаум говорит, это брата нас лучше чему. Несмотря на то, что эти два действия, они сами по себе неконструктивные, они разрушительные. Человек, который сделал на шаббат, он нарушил шаббат по Тори. Он хаял. Несмотря на то, что они разрушительные. Потому что сами по себе они разрушительные. Как, например, в зодиаке, если вы посмотрите, все знаки зодиака в единственном числе. Можете возразить, сказать, есть три знака, которые во множественном числе. Есть мазал дагим, рыдвы. Есть мазал теумим, близнецы. Есть мазал... Мы знаем, это весы. Ну, как все в единственном числе, объясняют множецы. На самом деле, из всех 12 знаков зодиака, 11 они в единственном числе. Только один во множественном. Как так может быть? Близнецы, нельзя, чтобы они были в единственном числе. Близнецы, они всегда двое. Весы, всегда на весах есть две части весов. Поэтому мы не можем сказать, что они как бы изначально заложены, что они во множественном. Но дагим, рыбы, рыба может быть одна. Но мазал этого месяца – благословение. Дагим. Поэтому дагим – это единственный мазал, который во множественном числе. Он может быть единственным, но он во множественном. Близнецы не могут быть... Рыбы, рыбы. Близнецы не могут быть в единственном числе. И весы не могут быть сами по себе. И здесь вот это действие сжигания или действие наносения раны, они сами по себе разрушительны. Поэтому, несмотря на то, что здесь человек все портит, говорит Раби Абау, несмотря на то, что мы сказали правила, человек, который портит и ломает, он освобожден. В этих двух действиях он нарушил шаббат, он хаяф. Так говорит Раби Абау. Раби Йохан, он с ним не согласен. Раби Йохан говорит, Ховель Умавир, он не хаяф. Когда он хаяф? А не только хаяф, когда они сделали это опять для чего-то конструктивного. Но что может быть конструктивным? В том, что человек ударил животное, и у него пошла кровь. Объясняет Гмара, возможно, эта кровь ему нужна для того, чтобы накормить собаку этой кровью. Тогда для чего он нанес эту рану? Чтобы накормить собаку. Для чего человек может сжечь? Человек сжигает для того, чтобы ему нужен пепел, который образуется после этого сжигания. Для чего? Для чего? Например, я как Муэль, мы когда делаем обрезание, то, что мы ему обрезание сделали, мы ставим его в пепел. В пепел или в землю. Да, в залу. Если вы в пьяни что-то не подготовили, значит, в субботу он может это сделать? И что? Пепел? Нет, нет, нет. Это пепел у нас стоит в баночке. Приготовленную, разгорание. А, вот это ставят туда. А, да, мы его туда ставим потом. Он там высыхает. Это как бы мы его похоронили уже сразу. Поэтому, опять, это один из разных примеров, для чего пепел может человек использовать. Не важно. Поэтому Раби Йоханан говорит, человек хаял, если он нарушил два этих разрушительных запрета, только если он использовал, это сделал для какой-то пользы. Или кровь накормит собаку, или мавиер для того, чтобы использовать свой пепел. Теперь. Она говорит, смотрите, Раби Аббал привел нам Брайту, которая подтверждает его слова. Но наша мечна сказала, как мы сказали правила на том уроке, все разрушители освобождены без каких-либо исключений. Все патур, да? Даже ховель, имавиер, даже тот, который наносит рану, или который сжигает. Наша мечна сказала одно четкое правило. Каждый разрушитель, каждый портящий, он освобожден. Так, кто прав, кто виноват. Как мы говорим, мечна, теперь может быть, мы должны понимать, что может быть две мечны, одна Брайта, одна мечна, или две Брайты, и обычно автор не указывается. Поэтому могут быть две мечны, которые говорят об одном и том же, но по-разному. Одна говорит Хаяф, другая говорит Патур. Одна идет по мнению одного мудреца, другая идет по мнению другого мудреца. Как сейчас, можно объяснить, что это идет по мнению двух мудрецов. У нас есть очень большой спор между раби-ягуда и раби-шимом. Спор заключается вот в чем. Человек, который сделал какое-то действие, результат которого ему не нужен. Как мы на том уроке говорили, пример, человек откопал яму. Но яму копали в мешкане для того, чтобы в нее что-то посадить. Яма нужна была как таковая. И это запрещено делать на шаббат. Что они садили сажали? А? Сажали они травы, потом из этих трав они делали краску для мешкана. В шаббат они не делали? Не в шаббат. Не в шаббат. Они делали это до шаббата. Одно из главных правил было, что в шаббат даже мешкан строить нельзя. Должны были соблюдать шаббат даже во время построения мешкана. Поэтому, что получается у нас здесь? У нас получается, что они копали, так им нужна была эта ямка. Поэтому, мы сказали, раби-шим он что говорит? Раби-шим он говорит так, я копаю яму, но мне яма не нужна, мне нужен песок от этой ямы. Раби-шим он говорит, результат этого действия яма в земле. Но мне этот результат не нужен. Поэтому человек, который этот запрет нарушил, по мнению раби-шим он, он от наказания освобожден. Потому что ему нужен песок, ему не нужна яма. Так считает раби-шим он. Раби-удда говорит нет. Действие, которое человек нарушил, шаббат. И ему не нужно это действие. Человек откопал яму. Ему эта яма не нужна, ему нужен песок. Он говорит, ты меня извини. Результат получился какой? Который был в мешкане. Результат получился ям. Я тебе эта яма не нужна, мне этого не касается. Ты сделал запрещенное действие на шаббат, тебе нужен результат этого действия. Или тебе не нужен результат этого действия, ты нарушил шаббат. Это раби-иуда. Раби-шим он говорит, если нужен результат, ты нарушил шаббат. Раби-иуда говорит, тебе нужно или не нужно, ты все равно нарушил шаббат. Потому что результат все равно там есть. Поэтому Гавана объясняет, что вот этот спор между Брайтой, который привел Раби Абау, и Мешной, который поддерживает Раби Йоханана, это спор в отношении этих двух мудрецов. В отношении Раби Шимона и в отношении Раби Иуды. Теперь, как мы видим, кто строже, Раби Шимон или Раби Иуда? Раби Иуда. Он говорит, мне не важно, для чего ты сделал это действие, как только ты его сделал, ты нарушил Шаббат. Но в нашем случае, почему-то Раби Иуда облегчает. Поэтому Гамара говорит так. Наша Мешна, которая говорит, все разрушители и те, которые портят, в Шаббат, они освобождены, она идет по мнению Раби Иуда. Брайта же, которая говорит, что человек, который делает рану или сжигает, он хаяв, он нарушил Шаббат, она идет по мнению Раби Иуда. Надо чуть-чуть держится, надо это понять. Опять же, как мы сказали, Мешна, которая говорит, что человек, который нанес рану или сжег что-то, он хаяв только в том случае, если какую-то получил пользу, накормил собаку или использовал пепел. Но если это действие было полностью разрушительным, тогда он патур, и это по мнению Раби Иуда. Брайта же, который привел Раби Абау, говорит, что в любом случае человек, который сжег что-то или нанес рану, несмотря на то, что это его действие было полностью разрушительным, ему не нужен был этот пепел, и ему не нужна была эта кровь. Он напортил только, она идет по мнению Раби Шимона, и поэтому он хаяв. Гмара объясняет сейчас, откуда Раби Шимон взял, что он хаяв. Гмара говорит так. В чем причина мнения Раби Шимона, что человек, который наносит рану, и который сжигает что-то на шаббат, который полностью что-то разрушает, он хаяв. Несмотря на то, что каждый разрушитель, он патур. Гмара объясняет. Говорит Раби Шимон так. У нас есть способ, который говорит, что нам можно делать обрезание на шаббат. Человек, который делает обрезание на шаббат, он рану делает ребенку или нет? Да. Он делает рану. Как это можно делать? Вы сказали, что в шаббат нельзя раны наносить. А нарушать, что в шаббат находятся на шаббат. Мы знаем, что написано в Торе, что в восьмой день нужно делать обрезание. Поэтому даже если это обрезание на шаббат или на Йом-Кипур или на Йом-Тов, мы это обрезание делаем. Раби Шимон говорит, что поэтому для этого есть отдельный посуд. И так как есть отдельный посуд, что можно сделать обрезание даже в шаббат. Отсюда мы видим, что обычно наносить раны в шаббат нельзя. Еще раз, мы идем, гмара обычно идет от обратного. Так как Тора использует отдельный посуд для того, чтобы научить нас, что нужно делать бритмилу в шаббат. Отсюда мы видим, что если бы это не бритмила, то наносить раны в шаббат нельзя. То, что самое он говорит. У нас есть закон, что дочь Коэна, которая изменила своему мужу ее наказание, смерть через сжигание. Ей в горло заливали расплавленный свинец, горячий расплавленный свинец. Но, говорит Раби Шимон, он говорит, что в Торе есть посуд, который говорит нам, что этого делать в шаббат нельзя. Ее наказывать смертью в шаббат, таким видом смерти ее в шаббат нельзя. А другие могут, что ли? Нет. Вопросы мы не задаем со стороны. Сейчас рассмотрим то, что здесь есть. Поэтому, отсюда мы видим, так как Тора запретила наказывать ее в шаббат такой смертью, мы видим, что человек, который сжигает, там что? Там тоже сжигали, да? Нужно ему жечь, нужно ему расплавить. Отсюда мы видим, что человек, который сжигает на шаббат, он хаяв, он нарушает запрет по Торе. Поэтому, выходит у нас, что по мнению Раби Шимона, по мнению Раби Шимона, мы не можем сказать, смотрите, дальше человек, который сделал обрезание на шаббат, есть второстепенная польза, или, может, другим словом сказать, побочный эффект этой бритмилы. Мы что сказали? Он нанес рану, которая сама по себе деструктивная. Правильно? Она не полезная. Больно ребенку? Кровь у него идет. Но, как вы говорите, полезная, побочный эффект этого обрезания, что? Человек, делая обрезание, он исполнил митцву. Но, говорит Мара, что мы не можем сказать, по мнению Раби Шимона, что человек, теперь, что мы можем сказать? Раби Шимон говорит, мы до этого сказали, что человек, который нанес рану, и от этого нанесения рану у него есть какая-то польза, как он, например, накормит собаку, тогда он хаяв, тогда он нарушил шаббат. Хаяв это должен, должен понести наказание. Да, мы сказали, что человек, который сделал вот эти два действия с какой-то пользой, тогда он нарушил шаббат. Так, мы можем сказать, что, по мнению Раби Шимона, тоже так. Он сделал обрезание на шаббат, польза-то была, митцву-то он исполнил, Раби Шимон говорит, что, несмотря на то, что есть какой-то побочный эффект этого обрезания, что человек исполнил митцву обрезания, или дочь Коэна, если бы, когда ее наказывают, тоже есть какая-то польза, какая польза от того, что ее так наказали, она искупает свой грех, который она сделала. Так, если тоже польза от этого наказания, Раби Шимон говорит, Как мы сказали, действие, которое человек сделал, и результат этого действия ему не нужен, опять пример с ямой, ему яма не нужна, ему нужен песок, человек патур. И мы не рассматриваем второстепенную или побочную пользу от его действия, чтобы сказать, что он хаяк. Если дочь Коэна уже сожгли и убили, какая польза от этого? В пользу от того, что она искупила этим свой грех. Что вот это ее наказание, есть все-таки какая-то польза, что грех ее искупается. Опять, грех искупался, только если она понимала, что она сделала грех, и она в этом грехе раскаивается. А это помогает вообще-то, что ли? Да, конечно, помогает. Поэтому он говорит так, как человек хаяк, только если он сделал здесь действие, у которого есть прямой, а не побочный положительный результат. Поэтому ховель и мавир, человек, который наносит рану, человек, который сжигает, который сами по себе является деструктивными действиями, они, то, что есть второстепенная польза, но они никакого эффекта на это действие не оказывают. И поэтому эти действия называются меккалькели, а не патур. Но так как мы сказали, что... Но так как мы сказали, что по брати Раби Абау, который привел, человек, который сжег и нанес рану, он хаяк, в любом случае, даже все, что он сделал, это только разрушение. Он нанес рану, ему кровь не нужна. Он что-то сжег, ему этот пепел не нужен. Он все равно хаяк, по мнению этой брати. Теперь, по мнению Раби Уда, Раби Уда говорит, как мы сказали, с вами человек, который сделал какое-то действие, результат которого ему не нужен, он все равно нарушил шаббат. Яму откопал, тебе не нужна яма. Ты сделал то, что запрещено делать на шаббат, ты хаяк. Поэтому в его случае, в обоих случаях, и в Ритмилах, и с сжиганием дочки Коэна, у нас получается, что это какое-то конструктивное действие. Из-за второстепенной пользы, которую мы сказали, человек исполнил митву обритания, или человек помог этой женщине искупить свой грех. Поэтому, так как Раби Уда говорит, человек, который что-то разрушает с пользой, он хаяк, он нарушил шаббат поторе. И если же он разрушает без пользы, тогда он потор. Раби еще может говорить, нет. Поэтому отсюда мы видим, что у нас нет доказательств того, что Тора говорит, что человек, который только разрушает, он хаяк. А мне Раби Уда, когда он хаяк, только когда в его разрушении есть какая-то польза. Поэтому наша мишна, которая говорит, «Колам и Калькалим в Турим, все разрушители и те, кто портит что-то на шаббат, они освобождены», идет по мнению Раби Уда. Раби Уда говорит, нет. По мнению Раби Уда, он хаяк, только если есть какая-то польза от его разрушения. Яму он сделал и осталось яму. Нет. Выкопал просто? Раби Уда говорит, яму сделал, осталось яму, он хаяк. Это манахашин и церковник. Мы говорим, в нашем случае, это два исключительных действия на шаббат, которые сами по себе являются разрушительными. Тогда Раби Уда говорит, так как они сами по себе, несмотря на то, что они являются разрушительными, человек не нарушает шаббат, если пользы от этих действий нет. Как в случае с кровью, не нужно ему кормить собаку, как в случае с пеплом, ему не нужен этот пепл, для того, что он что-то сжег. Раби Уда говорит, нет. В любом случае, человек, который что-то сжег или нанес кому-то рану, он хаяк, несмотря на то, что он только напорзил. Почему? Потому что сами по себе эти действия являются разрушительными. Как мы сказали, так как сами по себе два знака зодиака, близнецы и весы, они постоянно во множественном числе. Они не могут быть в единстве. И эти действия, раз запретило сжигать и наносить раны, и несмотря на то, что мы сказали, что все разрушители, они освобождены, в этих двух случаях, в этих двух действиях, Раби Уда говорит, нет, он будет хаяк. Я думаю, что это мы закончим. И продолжим, завтра, если будут силы после поста. На этом мы закончили первую страницу 106-го листа. Две строчки у нас осталось, но это следующая мечна, которая говорит уже о законах. О, мы, кстати, нет, мы до этого еще не зашли. Давайте мы продолжим немного. Потому что следующая мечна говорит о законах охоты, ловли животных, птиц. Еще чуть-чуть продолжим. Мечна говорит так. Даши Гмара снова возвращается к нашей мечне, которая сказала так. Гаммэлэбэн, человек, который очистил шерсть. Гаммэлэбэц, человек, который, шерсть, она обычно скомкана, он ее разделил, он ее, все, что там было, но он не прял ее, это не прял. Гаммэлэбэц, это, она была, комком, он ее раздвинул, расширил, расслабил, сделал ее, ее более прямой, выпрямил. Гаммэлэбэц, человек, который покрасил эту шерсть, и потом человек, который ее, сделал из нее нить, да, спрял. Минимум размер, что он хаяв, кемло, рохав, хасидкафуль. Что это значит? По одному из день мудрецов, это размер, расстояние между двумя пальцами. Я в прошлый раз сказал вам неправильно, я сказал, что вот этот размер между этим и этим пальцем, умноженный на два. Нет. На самом деле, это размер между вот этими двумя пальцами, указательным и средним пальцем, умноженный на два. Так объясняет один мудрец. Человек, который, мы сказали, менобэн, очистил менопэц, размягчил эту шерсть, покрасил или сделал из нее нитку, он сделал достаточно шерсти, чтобы сделать двойной размер, расстояние между указательным и средним пальцем. Другой мудрец говорит, что мне в два раза умножать вот это расстояние между указательным и средним пальцем, умноженное на два, это то же самое расстояние между указательным и большим пальцем. Нет? Ну, надо проверить. Два расстояния отсюда, это все равно что одно расстояние между этими двумя пальцами отсюда сюда умножить на 2 это отсюда умножить на 1 поэтому эти два мудреца не спорят они не спорят они описывают один тот же размер двумя способами если можно посмотреть и орег мы сказали так же орег это еще он потом из них сделает материал это у нас мелабен он стирает эту шерсть он очищает ее на 5 он бьет молотком по этой шерсти и она становится более прямой субе он не украсить тубе он делает из них ниц и минимум шуру мы сказали это двойной размер между указателем и среднем пальце на речь не путем человек который сделал 2 2 нитки из него шурки мрол с этим тоже самое размер 2 а расстояние между двумя пальцами это минимальный а это меня лимит наш к вам посмотрим что это минимальный размер из чего-то что-то можно сделать для использования например если размер одежды который человек что раньше не делали что-то как чтобы покрыть мизинец то есть это минимальное что-то что человек может использовать как например с двумя буквы почему именно две буквы и что-то означает уже человек когда написал две буквы есть там какое-то пояса написал одну букву ну что он написал букву а б б алифейт гиммель что это значит когда есть две уже есть какой-то там смысл это минимум когда есть что-то смысл и здесь это два и вот эта нитка этого размера и не нужно можно сделать что-то что человек может для себя использовать это минимальный размер поэтому как мы сказали гмара говорит вот а ровьёсов объясняет это сит вот расстояние между двумя пальцами указательным и средним афия барами говорит что ситкафуль двойной сит это расстояние между указательным и большим пальцем так на этом мы закончили первую страницу 106 листа премия баров ка immediate версию